Добрый день! Вы смотрите выпуск международных новостей на телеканале ТБН в студии Дарья Морозова. В прошедший уикенд были сыграны первые матчи 1-8 финала Чемпионата мира по футболу. Результаты игр стали неожиданными для болельщиков. Администрация американского президента готовит новый законопроект, расширяющий полномочия главы государства. Документ позволит вводить новые пошлины в обход Конгресса и ВТО. Не просто коллега, но и охранник жизни и здоровья. На службу в мадридской полиции вышел пес-реаниматолог. На выходных прошли сразу четыре матча 1-8 финала Чемпионата мира по футболу. В Казани сборная Франции одержала победу над командой Аргентины со счетом 4-3. В этот же день на стадионе Фишт в Сочи состоялся матч Уругвай-Португалия. Южноамериканцы забили в вороты соперника два мяча, а португальцы только один. Таким образом сборные Аргентины и Португалии завершили свое участие в чемпионате. А болельщики не увидят противостояния команд Лионели Месси и Криштиану Роналду. Следующими за выход в четвертьфинал боролись Испания и Россия. В основное время было забито всего два мяча и оба российскими футболистами. На 11-й минуте судья зафиксировал автогол от Сергея Игнашевича. Через полчаса счет сравнял Артем Дзюба. В течение основного времени на табло оставался неизменным результат 1-1. В дополнительные 30 минут ни одна из команд так и не смогла одержать верх. Исход матча решила серия 11-метровых. По результатам серии пенальти победу одержала сборная России со счетом 4-3. По такому же сценарию развивалась игра между Хорватией и Данией. В основное и дополнительное время игроки обеих команд забили по одному мячу. Победителя также пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти. В 1-4 прошла сборная Хорватии. Она станет соперником России в следующем этапе чемпионата на стадионе Фишт в Сочи 7 июля. Ну а сегодня определятся еще два участника четвертьфинала. Бразилия и Мексика встретятся на стадионе в Самаре, а на Ростов-арену выйдут Бельгия и Япония. Как сделать жизнь своего питомца более интересной и насыщенной, знают эксперты в Лас-Вегасе. Туда приехали дрессировщики, ветеринары, парикмахеры и другие эксперты на открытие выставки товаров для домашних питомцев СуперЗоу. Главная цель такой ярмарки облегчить жизнь питомцев и их хозяев. Например, здесь представлены специальные ползунки для собак, которые не позволят шерсти животного разлетаться по всему дому. Костюм можно использовать дома, в машине, в домах родственников и друзей или в любом другом месте, где вы не хотите оставить следов шерсти. Технологичные новинки позволят следить за домашними любимцами даже на расстоянии. Например, на выставке представлен специальный робот с камерой, с помощью которого можно посмотреть, как ведет себя животное дома, поговорить и даже поиграть с ним. Есть и другие автоматизированные новинки, например, бросатель мечей. Дети смогут играть с питомцами безопасно, также смогут играть дети с инвалидностью. Ну и, наконец, это подойдет собакам, которые хотят играть весь день напролет. На стендах выставки также можно найти брендовую одежду, стильные ошейники и поводки, все виды корма, лекарства и даже эксклюзивную выпечку. Администрация американского президента готовит законопроект, согласно которому глава государства сможет игнорировать нормы Всемирной торговой организации. Документ называется «Закон Соединенных Штатов о справедливых и взаимовыгодных тарифах». Некоторые критики, уже ознакомившиеся с законопроектом, называют его ошеломляющим, так как он позволит американскому президенту утверждать пошлины на импортные товары без отобрения Конгресса и в обход принципов ВТО. Таким образом, Соединенные Штаты смогут вводить неограниченное количество новых пошлин на импортные товары. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Линдти Уолтерс подчеркнула, что документ призван сбалансировать ситуацию на рынке товаров и услуг, но находится еще далеко от стадии завершения работы над ним. Цитата. «Не секрет, что президент Соединенных Штатов разочарован несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит США в невыгодное положение. Он попросил свою команду выработать идеи по исправлению этой ситуации и созданию стимулов, которые приведут к понижению пошлин других государств». Конец цитаты. В Мексике прошли выборы президента государства. По предварительным подсчетам побеждает кандидат от левой коалиции «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль Лопес Абрадор. Он уже набрал более 53% голосов. Об этом сообщил глава Национального избирательного института страны. В следующем в рейтинге идет Рикардо Анае от коалиции «Гражданский фронт за Мексику». За него, по предварительным данным, проголосовали около 30% граждан. Третью строчку рейтинга занял претендент на высший пост государства от партии «Все за Мексику» Хосе Антонио Мид. Оба политика уже признали свое поражение на выборах. Действующий президент Мексики Энрике Пенье Ньетто уже поздравил Лопеса Абрадора с победой на выборах. Также свои поздравления выразили президенты США, Венесуэлы и Боливии, а также премьер-министр Канады. В одном из муниципальных подразделений полиции Мадрида служебного пса по кличке Пончо научили делать сердечно-легочную реанимацию. В экстренных случаях такая процедура может спасти жизнь человека. На специальных учениях сотрудник полиции падает на пол и не подает признаков жизни. К нему на помощь сразу же приходит четвероногий коллега. Первым делом Пончо прикладывает ухо к груди пострадавшего, а после начинает прыгать на него сверху, нанося ритмичные удары лапами по грудной клетке. Пушистый реаниматолог не закончит процедуру до тех пор, пока его пациент не поднимется с земли. Таким образом, руководство мадридской полиции решило лишний раз продемонстрировать значимость служебных собак и обратилось ко всем желающим с призывом забирать домой животных, вышедших на пенсию в силу различных обстоятельств. Далее в нашем выпуске новости христианского мира. Согласно докладу евангельской христианской социологической фирмы Barna Group, почти трое из десяти христиан делятся своей верой с неверующими друзьями и знакомыми в социальных сетях. Многие христиане считают, что цифровые технологии сделали евангелизацию легче, отмечается в докладе. Однако в эпоху цифровых технологий разговоры на духовную тему остаются очень щепетильной темой, а молодое поколение относится к числу самых осторожных вопросов вовлечения в беседу на эту тему. В исследовании участвовало 1714 взрослых жителей США. 30% опрошенных заявили, что им нравится делиться своей верой как онлайн, так и лично. Еще 44% сказали, что технологии изменили то, как они делятся своей верой. 88% сказали, что делятся своей верой в интернете через личные посты. Интересно, что 58% респондентов нехристиан сообщили, что им, в свою очередь, кто-то рассказал о своей вере в соцсетях. Верховный суд США 25 июня отменил постановление суда штата Вашингтон по делу флористки Баронель Штуцман, которая в 2013 году отказалась оформлять цветами однополую свадьбу, сообщает портал Invictory. Верховный суд США вернул дело в Верховный суд штата Вашингтон, дав при этом указание, чтобы дело рассмотрели в свете решения дела кондитера Masterpiece Cake Shop, принятого ранее в этом месяце. Напомним, что 4 июня Верховный суд США вынес решение в пользу кондитера из Колорадо, который отказался печь свадебный торт для однополой пары в 2012 году. Тогда Верховный суд постановил, что комиссия по гражданским правам штата Колорадо, рассматривая это дело, проявила недопустимую неприязнь к религии. В Исламском королевстве Бахрей начинаются строительные работы по возведению католического собора, передает Седмица. 11 июня состоялась закладка краеугольного камня в городке Авали, находящегося в 30 километрах южнее столицы Бахрейна Манамы. Собор будет духовным центром для более 2 миллионов католиков апостольского викариата Северной Аравии. В дополнение к новой церкви на этом месте также планируется сделать образовательные и конференц-центры. Люди смогут там получать пастырскую помощь, лингвистические и культурные знания. Это важно для людей, которые прибывают на работу, поскольку христиане рискуют своими жизнями, когда нарушают по неведению общественные правила на Аравийском полуострове. На богослужении при закладке камня присутствовали послы Италии и Франции, также представитель Суницкого королевского дома Бахрейна. Принц Уильям, герцог Кембриджский, в рамках официального визита в Святую Землю посетил 28 июня храм Гроба Господня в Иерусалиме. Место распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа, пишет Благовест.Инфо. Посещение знакового места для христиан состоялось во время первого официального визита члена британской королевской семьи в Святую Землю с момента создания государства Израиль. Около 11 часов принц прибыл в храм Гроба Господня, где его встретили представители православной, католической и армянской апостольской церквей. Это вся информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok